Всем привет, друзья! Всем привет! Нас зовут Андрей и Аня, и это канал Лайкни Мир. Сегодня вы посмотрите небольшое видео, оно даже не тянет на полноценный выпуск, но мы не хотим потерять его в архивах и искренне хотим поделиться с нашими зрителями. В этом выпуске мы отправляемся в поселок Чамьюва, который находится в пригороде Кемера. Погуляем там по пляжу и подышим морским воздухом. Давайте начинать этот выпуск и погнали! Сегодня мы приехали в городок Чамьюва, и основная наша цель – съемка выпуска для второго канала по продаже недвижимости. Но заодно решили поснимать немножечко для нашего основного канала, показать вам Чамьюву и рассказать, что это за городок такой. Сегодня будем обозревать виллу для нашего второго канала, как сказал Андрей, мы уже видели ее краешком глаза, а сейчас приехали к морю. Это очень уютный райончик Кемера, и сейчас пойдем к морю и посмотрим, как оно здесь выглядит. Только приехали, и сразу же нашему взору открываются потрясающие горы. Вы только посмотрите, заснеженная вершина вдалеке, и, как сказал наш друг Арслан, оттуда в сезон прыгают парапланеристы. Я думаю, что мы сюда еще вернемся обязательно и спрыгнем с той вершины. Первым делом отправляемся с вами на пляж, ведь именно пляж интересует нас больше всего. Все-таки приехали мы в курортный городок, и в сезон здесь жизнь кипит. Сейчас, конечно, людей немного, и погода, скажу, не самая лучшая. Вроде солнышко светит, но при этом сильный ветер. Но это не мешает любоваться красотами вокруг морем. И вместе с вами сейчас посмотрим, как же выглядит пляж в Чамьюва. Сегодня с нами наш друг Арслан. Вы его уже видели в нашем выпуске. Хочу вас еще раз познакомить с ним. Это наш главный сопроводитель по Турции. И сегодня с Арсланом мы отправились в первое путешествие за два месяца. И, наконец-то, выехали за пределы Анталии. И выходим на пляж. Господи, какое море красивое. Несмотря на то, что на улице прохладно, цвет у воды сразу же вызывает желание искупаться. Конечно же, мы не моржи, но если бы ими были, уже бы плавали. И несмотря на то, что в Турции сейчас прохладно, многие приезжающие туристы все-таки купаются. И это удивительно. Ведь вода сейчас прохладная. Что хочется сказать по пляжу Чамьюва. Он широкий. Места здесь достаточно для отдыха большого количества туристов. А в сезон здесь людей отдыхает на самом деле много. Есть лежаки, есть навесы. Но ветер сегодняшний, конечно, не дает практически сказать слово, задувает в рот. Место потрясающее, даже в такую погоду. Хочется полежать на камнях, позагорать, но холодно. Что еще хочу сказать по пляжу. Он галечный, так же, как и в Анталии. Но есть места с песочком. И турист может для себя выбрать, где ему удобнее. На гальке полежать и сделать массаж спины. Либо на песочке. Ну и, конечно же, в сезон предлагают для туристов лежаки, шезлонги и зонты. Сейчас не сезон. Все поубирали. Но как только поедут туристы, пляж оживет. И некуда будет даже упасть. Все так же, как и в Анталии. Красивое и ухоженное место. Мне понравилось сразу. Мы только что общались с Расланом. И он сказал, что в сезон здесь еще красивее. Все прибирают. Все очень аккуратненько. И на берегу находятся две недорогие кафешки, куда он часто заглядывает. Где цены приятно радуют. В общем, друзья, место классное. Мне понравилось сразу. В отличие от Белдими, где мы были. И был какой-то ужас. Просто хаос. Здесь по-европейски уютно. И такие заснеженные вершины на фоне. Ну, просто потрясающе. Решили еще немножко прогуляться по территории пляжа и предпляжной зоны. По пути нам попадаются сразу лежаки. В сезон их выставляют. А сейчас все в сложном виде ожидает приезда туристов. Арслан только что нам сказал, что тут летом газончик. Сейчас все высохло. За территорией не сильно ухаживают. Только убирают мусор. А в сезон вся территория полностью зеленая. И если так немножко пофантазировать, представить, как это выглядит, я думаю, что отдыхать здесь комфортно. И можно получить наслаждение от отдыха. Еще классно, что здесь есть охрана. Если вы приедете сюда отдохнуть, позагорать, можете оставлять свои вещи смело. И не бояться, что их кто-нибудь украдет. Также мы сейчас подошли к зоне барбекю. Так уютно все ухожено. Я прямо в шоке. В приятном таком шоке. Такое красивое европейское место. Но сейчас Андрей вам все подробно покажет. Кроме всего прочего, тут есть еще и волейбольные площадки. И самое интересное, они все чистые, убраны. Никакого мусора, абсолютно никаких отрицательных моментов. И несмотря на то, что сейчас не сезон, все-таки за территорией следят. Как сказал наш друг, эта территория принадлежит государству. Наверное, именно поэтому тут так чисто. Если бы это была частная территория, скорее всего, до сезона не убирали бы мусор, как это происходит в районе Лара, где мы уже были. Как интересно, несмотря на то, что не сезон и туристов нет, но при этом одна беседка осталась с балдахинами. Такое ощущение, что здесь только что кто-то отдыхал и уехал. А теперь пришло время отдохнуть нам. Конечно, у нас нет свободного сейчас времени, чтобы заниматься отдыхом. Но, согласитесь, выглядит красиво. Удивительный факт, что здесь на пляже есть даже беговая дорожка. Представляете, насколько все продумано? И насколько инфраструктура заточена под туристов, а не как это обычно бывает на других курортах, где все нацелено на то, чтобы вытянуть из человека деньги. Здесь приезжаете, отдыхаете, есть зоны барбекю, есть беговые дорожки, волейбольные площадки, море, наконец, пляж. Прекрасное место. А так выглядит зона для барбекю. Самый главный плюс, она совершенно бесплатна. Вам не нужно платить деньги. Приезжаете, готовите еду на гриле. Есть у каждой беседки мусорный бак. Это важно. Не будет никакого мусора. Деревянный столик со скамеечками. И мангал. У каждой беседки свой персональный. Закладываете угли, еду, готовите на свежем воздухе. И кайфуете от природы и морского бриза. Потрясающе уютное место. Я сразу заметила, что здесь есть большая детская площадка. Сюда смело можно приезжать со своей семьей, с друзьями, отдыхать. И Арслан сказал, что сезон здесь начнется с марта месяца. Здесь еще больше все обиходит. Будет еще приятнее здесь находиться. Я уже подумываю о том, что нам с Андреем тоже всегда надо будет обязательно приехать. Что-нибудь приготовить на гриле. Поснимать для вас. И заснять всю атмосферу этого места в сезон. Теперь давайте немного расскажу о поселке Чам-Юва. Расположен он в 10 километрах от города-курорта Кемер. И примерно в 60 километрах от Анталии. Сегодня поселок имеет статус международного курорта. И принимает гостей со всего мира. А ведь всего 20 лет назад на его территории была глухая турецкая деревня. Удачное расположение на берегу Средиземного моря, в окружении гор и сосновых лесов. Делают курорт привлекательным как для туризма, так и для постоянного проживания. Кстати, в переводе с турецкого название поселка звучит как «сосновое гнездо». И природа здесь по-настоящему очаровывает. Жизнь в Чам-Юва течет размеренно и неспешно. В поселке есть все для комфортного отдыха и постоянного проживания всей семьей. Магазины, кафе, базар, зоны отдыха, школы, медучреждения, почта, банкоматы. И все это в сочетании с невероятной природой. Пляж в туристической деревне имеет протяженность 2,5 километра. Чистая прибрежная зона и достаточно мелкое море идеально подходят для отдыха с детьми. Пляжная зона благоустроена и комфортабельна. Побережье в основном покрыто крупной и мелкой галькой, но возле некоторых отелей можно встретить песчаные пляжи. Туристический сезон в Чам-Юва длится с середины апреля до середины ноября. Именно в этот период поселок по-настоящему оживает и наполняется туристами со всего мира. Купаться в море комфортно с середины мая, когда вода прогревается до 22 градусов. Визитная карточка поселка – величественная гора Тахталы. Ее можно увидеть из любой точки курорта, поскольку высота горы 2365 метров. Снизу Тахталы покрыта растительностью, а на самой ее вершине лежит снег. Так что поднимаясь наверх, можно получить множество ярких впечатлений. Подняться на вершину можно несколькими способами – на фуникулере-подъемнике, на автомобиле или пешком. К нашему удивлению, Чам-Юва живет даже в нетуристический сезон, чем не могут похвастаться другие туристические деревни. Пройдя по поселку, мы увидели работающие кафе, аптеки, банкоматы, школы, пункты проката автомобилей, сетевые маркеты с продуктами. И все это делает отдых или постоянное проживание в поселке комфортным круглый год. До пляжа можно легко дойти пешком из любой точки поселка. Туристическая деревня полностью оборудована удобными тротуарами, что сделает прогулку до пляжа комфортной и приятной. Пляжная зона оборудована навесами, душевыми туалетами, беговыми дорожками, зонами для барбекю и детскими площадками. И как вы уже поняли, отдыхать на берегу моря можно круглый год. Летом загорать и купаться, а зимой готовить мясо на гриле и вдыхать ароматы вечно зеленых сосен. Вот мы и доехали до виллы, теперь отправляемся делать ее полный обзор. Видео, как я уже говорил, будет на нашем втором канале, ссылка будет в описании. Поэтому, если интересно, заходите, щелкайте и узнаете, какая вилла внутри. Ну и, конечно же, сколько стоит. Быстренько пройдемся по территории и дальше не буду в этот выпуск уже включать обзор жилья. Пойдемте. Заходим на территорию виллы и первое, что нас встречает, плодовое дерево. Апельсины. Есть парковка под два автомобиля или мопед, смотря на чем вы ездите. И за домом, насколько я понимаю, бассейн и собственная территория. Да, точно, бассейн персональный, банановые пальмы и грейпфруты. Здорово. Живя в таком доме, постоянно будешь обеспечен витаминами. Только гляньте, какие грейпфруты. Уже все поспели. Я думаю, что с собой сегодня нарвем после съемок. Посмотрим на сам бассейн. Он состоит из двух частей. Первая для детей, неглубокая. И вторая для взрослых. Не убрано, не чисто, но это для Турции нормально. Вне сезон, как правило, за бассейнами не следят. Еще одно интересное дерево с мини-мандаринчиками. Напоминает виноград. Посмотрите, какой размер. Миниатюрные. Но они при этом сладкие. Можно из них делать компот или добавлять в чай. Вся территория ухоженная, нет никакого мусора. Красивые пальмы, мандариновые апельсиновые деревья и даже продумано освещение. Фонарные столбы в классическом стиле. Хотела поснимать грейпфрут, взяла его в руку, а он отвалился. Ну, придется взять с собой. Здесь, кстати, по соседству есть большой сад. Ну и на территории достаточно много плодовых деревьев. А с другой стороны находится по соседству еще одна вилла. Больше по прилегающей территории рассказать нечего, кроме того, что она большая. Вот так ходишь по территории своей виллы и собираешь лимоны. Уже можно его нарезать и в чай закидывать. Вся территория усыпана и апельсинами, и мандаринами, и чего тут только нет. Решили мы вечером после съемок наконец-то покушать. И по традиции решили взять вас с собой. Я знаю многим нашим зрителям, нравится смотреть на то, как мы едим. Но, конечно, это я шучу. Вам больше нравится смотреть на турецкую кухню. Закажем что-нибудь новое для себя. Ну и, конечно же, покажем вам и расскажем о вкусовых ощущениях. По традиции показываю вам меню. И первая страница супы. Стоимость начинается от 20 лир за порцию. Дальше кебабы по цене от 50 лир. Следующая страница шашлыки. И вот самый популярный в Турции куриный шашлык стоит 50 лир. Это, кстати, хорошая цена, если учитывать, что мы в Хурме, в туристическом районе. Также они готовят рыбу. И стоимость окуня на гриле 65 лир. Следующая страница. Пироги традиционные турецкие. И стоимость у них начинается от 20 лир. И я вот всегда хотел попробовать лахмандун. Сложно выговаривается, но тут написано на русском языке, поэтому я в этот раз справился быстро. 20 лир он стоит. Возможно, сейчас его как раз и попробую вместе с вами. В общем-то, мы сделали свой выбор. Берем урфа кебаб. Это традиционная... Урфа султан. Урфа султан кебаб. Урфа султан суфрас. Урфа султан суфрас. Урфа султан суфрас. Урфа султан суфрас. Вот мужчина нам подсказывает любезно. И еще берем лахманджун. Я его все время не могу выговорить. Также официант нам подсказал, что это традиционная турецкая пицца. И нам должна понравиться. И, конечно же, берем два чая. Решили мы пересесть за другой столик, так как изначально сели около двери. Немножко поддувают с улицы. Выбрали место посередине зала. Здесь и света побольше. Будет картинка посочнее. Ну, я думаю, и не должно быть холодно. Вы, наверное, заметили, что как только мы зашли в кафешку, нам тут же принесли салатик, два вида соусов и турецкий лаваш. Безумно приятно такое гостеприимство и такая теплая встреча гостей. И Турция еще больше себя любляет. Вот нам уже и принесли лахманджун. Лахманджун. Никак не могу выговорить. Потрясающе выглядит. Я думаю, должно быть вкусно. Вот мужчина нам говорит, что это турецкая пицца традиционная. Нам уже подали два блюда. Не успело пройти и 10 минут. После заказа, как все на столе, в этом кафе много людей. Оно имеет большую проходимость. И из-за этого блюда готовятся с огромной скоростью. Голодными точно не останетесь. Ждать придется недолго. Давайте приступим к дегустации. Я давно хотел попробовать эту турецкую пиццу. И, наконец-то, сегодня вместе с вами сделаю это впервые в жизни. Выглядит она как лаваш. А внутри, насколько я понимаю, булгур, фарш. Но это не точно. Если вы знаете, что там, напишите обязательно в комментариях. Мы пока не такие знатоки турецкой кухни. Давайте к дегустации. Да, там определенно есть фарш. Там определенно есть овощи перетертые. И, скорее всего, булгур. По вкусу чем-то напоминает наши чебуреки. Да, точно. Другого сравнения, более точного, я, скорее всего, не подберу. Вкус не ярко выраженный. И есть небольшая остринка у этого блюда. В целом, интересно. И стоимость 20 лир, конечно, это подарок. Ай! Ну и, конечно, давайте попробуем блюдо под названием урфа-кебаб. Официант нам долго рассказывал, как он называется. Правильно. Там что-то урфа, султан. А дальше я уже не помню. Голод, конечно, дело такое. Память отключается моментально. Попробуем сначала сам кебаб. Вот так. Потрясающе. Этот кебаб из баранины. Невероятно вкусно. Мясо тает во рту. И, скорее всего, кебаб делают из молодого барашка, потому что вкус не ярко выраженный. Если баран был старый, да простит меня баран, то у него вкус становится такой сильный, яркий и не всегда приятный. Тут же все потрясающе. Еще есть на тарелке крупа какая-то. По внешнему виду похоже на рис, но, скорее всего, это булгур. И, судя по цвету, оранжевый, наверное, острый. Пряный, точнее. Да, скорее всего, это булгур. Не разбираюсь, если честно. Также лучок. О, смотрите, сколько лучка. С бараниной лук. Это самое лучшее сочетание. Вкуснятина. Рекомендую попробовать это блюдо каждому, кто побывает в Турции. И еще хочу попробовать салат. По большому счету он обычный. Тут зелень, морковка и, скорее всего, это красная бордовая капуста. Но я хочу добавить сюда турецкий соус белый. Так будет наверняка вкуснее и блюдо приобретет определенно интересный вкус. Вот так мы сделаем с вами красиво. И, конечно же, выдавим один лимончик. Его обязательно подают к салату, а значит, он там должен быть. Вот так вот. Ну, а теперь приятного аппетита. Так, и... Ммм, нереально вкусно. В этот соус, скорее всего, добавляют мяту, потому что он имеет такой оттенок приятный, мятный, знаете, как у жвачки дирол. Лично мне нравится все. Накидываемся на еду и отправляемся после съемок уже отбихать. Приятного нам аппетита. После ужина пришло время рассчитаться. Давайте посмотрим, сколько нам обошелся ужин. Итоговая стоимость у нас получила 70 лир. Чай здесь приносят бесплатно. Мы выпили 4 чашки по традиции. На улице прохладно по вечерам, поэтому согреваемся как можем. Оплачиваем наш ужин и отправляемся дальше. Спасибо за просмотр этого видео. И если вам понравилось, не забывайте писать об этом в комментариях. Если видео было полезным, по традиции ставьте палец вверх. Все это мотивирует нас на съемку новых интересных выпусков. Желаем вам крепкого здоровья и всегда вас ждем на нашем канале. Лайкни мир. Пока-пока.